Денис, приветствую тебя на очередном выпуске совместного и фундаментального и технического анализа и разбора того, что на финансовых рынках происходит. Сегодня мы с тобой подведем итоги опять же прошлых рекомендаций вкратце, конечно же, потому что нужно переходить к делу, сразу сдавать новые торговые посылы, которые помогут всем тем, кто просмотрит опять же этот ролик, попробовать урвать ум площадок что-то профитное для себя. Сегодня мы через день после выступления Джерома Паула тоже очень большие надежды на него возлагали, но в целом немножечко-немножечко он рынки подраскачал. Я бы даже сказал, что уж точно реакция рынка стала более интересной, чем на те же самые non-farm perils, которые вышли в пятницу. Но вот когда я буду комментировать сейчас ситуацию с долларом, с твоего позволения немножко затрону опять же то, что было сказано Паула накануне. Давай тогда на этой ноте перейдем к демонстрации с моей стороны. Секундочку. Так, должно было уже пойти... Да, отлично видно. Так, ситуация по индексу американской валюты, в частности, все, что мне обычно хочется отыгрывать в динамике доллара, я это делаю через индекс доллара. В прошлый раз со своей стороны была рекомендация как раз, которая на покупку индекса доллара с отметки 100 и 3. Собственно, сейчас мы уже в сделках, 137 сейчас конкретно видим в терминале. Я рекомендую удерживать длинные позиции, потому что лично для меня вчерашнее выступление Паула стало надеждой на то, что вот этот восходящий тренд по доллару продолжится, потому что все участники рынка, которые следили за его выступлением, были абсолютно уверены в том, что из-за ситуации, которая сейчас развивается в целом в мировой экономике и в штатах отдельности, ФРС будет анонсировать новые меры экономической поддержки, прежде всего готовность к снижению ставки с уходом ее на отрицательную территорию. И ты знаешь, когда я отследил вчера, ну, по крайней мере, за тезисами, которые поступали в моменте в новостной ленте через доу, что было отмечено Паулом. Первая реакция доллара была снижением, поскольку Паул начал с того, что все, на самом деле, гораздо хуже, чем предполагалось раньше. Пик безработицы еще не достигнут, на него американская экономика выйдет через пару-тройку месяцев, спад последствий будут более серьезными, восстановление американской и, соответственно, мировой экономики также будет более продолжительным. Ну и, разумеется, эту риторику тут же все стали трактовать, как вот сейчас вот следующим комментарием Трамп, точнее Паул анонсирует как раз отрицательные процентные ставки. Но когда Паул перешел к этому, в принципе, он подтвердил то, что никаких отрицательных ставок пока что не будет, тем более есть, опять же, и опыт европейских стран, еврозоны, скажем, и Японии, где вот отрицательных процентных ставок ничего, собственно, не дал. Это как раз и стало топливом для роста доллара. Я очень рассчитываю на то, что позиция Федрезерва не изменится спустя там неделю-две месяца, хотя понимаю, что настроение ФРС переменчиво. И очень рассчитываю на то, что вот текущее восстановление по индексу американской валюте, которая идет уже вот третий день, это как раз то самое восстановление, которое сейчас поможет нам продавить 100,5 и двинуться повыше. Ну и плюс ко всему, я верю в доллар, как защитный актив на фоне роста торговой напряженности и на фоне еще неясных перспектив экономического восстановления, особенно когда сейчас актуальны риски повторной вспышки пандемии. По фунту ситуация была на продажу, правда, через отложку. Высоко я ее поставил, собственно, до нее рынок не добрался, но в целом сейчас снижаемся. Я думаю, что мы так сможем уйти в район отметки 1,20, тем более, что статистика, которая вышла накануне, она подогревает интерес к коротким позициям. Те, кто хочет рискнуть и готов это сделать, я рекомендую садиться еще вот после вот этих коротких возможностей продажных. Ну и что касается сегодняшнего дня, Денис, давай предлагаю рассмотреть нефть и связанную с валютой канадский доллар. По нефтянке сейчас очень хороший уровень, 29,86 по бренду. Как раз видно, что если анализировать ситуацию с нефтью с точки зрения границы верхней нисходящего канала, это прекрасная возможность, чтобы нефть продать. Действительно, монотонное такое последовательное снижение. По нефтянке мы сейчас наблюдаем, покупатели не могут прихватить инициативу, потому что все прекрасно понимают, что падение спроса, опять же, роста предложения, неопределенности касательно мирового экономического восстановления, это все риски, которые никуда не делись. Я вообще рекомендую держать короткие позиции до экспирации июньских фьючерсов, то есть до 20 мая. И очень надеюсь, что отбой от этого уровня приведет нефтян поближе к уровню 25, но ближайшая цель это на отметке 26,80. Но поскольку даю рекомендации на продажу нефти, разумеется, по канадцу ситуация такая же, канадский доллар. Канада, как страна, которая очень сильно зависит от высоких цен на нефть и от ситуации на рынке черного золота. Снижение цен, которое только что было ожидаемо с моей стороны, безусловно, приведет к снижению курса и канадцев. Поэтому предлагаю сделку Балим с уровня 1,4080 и Take Profit там в районе уровня 1,42. Стоп-лосс можно поставить на значение 1,4030. Сегодня, кстати, если мне не изменяет память, в 17.00 будет бюллетень именно по бюджетной политике и бюджет в целом на текущий финансовый год, скорректированный для Канады. Я рассчитываю увидеть там подтверждение того, что канадская экономика также хапнула негативчика из-за пандемии и, в конце концов, это откроет возможности для еще большего монетарного стимулирования. Ну и, как я уже сказал, не только нефть здесь будет поддерживать лонг по этой валютной паре, еще и ожидание укрепления позиций самой американской валюты. Ну, цели, в принципе, дал. Будем следить за тем, как рынок себя отработает. Денис, тогда слово тебе передаю. Да, слово беру. Так, отлично, показ уже начался. Тоже по поводу предыдущего разбора по евро и по фунту. Значит, по евро стало следующее. Мы вчера, буквально вот вчера как раз вечером на заявлении Джерома получили достаточно крупный кульминационный объем, то есть это практически являлось кульминацией покупок. В диапазоне также 1-2 маржинальной зоны, то есть это сопротивление. Плюс есть еще недельные границы рынка у нас вот находились, у меня неотмеченные. И реакцию достаточно хорошую дали вниз. По большому счету признаков покупателя здесь по объемам абсолютно не видно. Если включить даже ту же самую кумулятивную дель, мы видим сумасшедшие просто сделки, которые проходят по аскам при падении рынка. То есть здесь частично закрываются покупки. Плюс сейчас тоже начали очень крупно вливать по аскам. Это не более, чем коррекция. То есть чаще всего происходит коррекция вверх и добой вниз. Поэтому по евро я здесь лично за шорты. Причем у меня есть цель, которая еще месячной давности. Я ее в середине апреля примерно ждал. В районе 0,6. Условно там 0,6,5. Дело в том, что именно сюда попадают у нас все нижние границы. Недельные, следующие недели, месячные, следующего месяца. И там даже чуть ниже. То есть они все разбросаны. Вот этот диапазон сильнейшая поддержка. Но в районе 1,06 находится. Если туда придет цена, тогда действительно буду покупать. И покупать с очень хорошими целями. Но пока еще толком. С текущих продавать, например, я не хочу. Это просто категорически неприемлемо подобный стиль. Я только с коррекцией могу там как-то подбирать. И то коррекция-то если 0,840 примерно в эти края дадут, тогда уже буду рассматривать шорт. Поэтому по евро я бы советовал удерживать именно шорты в оппозиции. Добирать их в районе 1,0840. По фунту здесь пришли уже к ближайшей поддержке. Есть, правда, и более нижние границы еще тоже. Вот они находятся там в районе 1,20. Ну, я пока еще туда особо не загадываю. Хотя абсолютно не исключаю их. Вот, пока что есть у нас вот самая ближайшая поддержка, которую показывал как раз, мы с тобой разбирали во вторник. И тогда же тоже озвучил вот эти цифры. 21,65, 22,15. Сюда мы пришли благополучно в этот внутренний диапазон. И отсюда, я думаю, как минимум дадут корректу. Но, опять-таки, судя по кумулятиве, вот у нас она положительная при падающем рынке, это явно признак того, что здесь будет сделана коррекция вверх и добой вниз. Но я продавать возле поддержки, например, категорически не люблю, потому что всегда от них дают такие хорошие коррекции, и смысл пересешивает. Поэтому буду смотреть. Если более-менее глубоко хотя бы сделают коррекцию, в район 22,80, то есть 23 даже, может быть, добьют, тогда действительно буду смотреть на новые продажи. Пока с текущих ожидаю коррекционный отскок вверх. А вот теперь касательно того, что предложил сегодня по фунту и по Канаде, значит, какие, ой, по нефти и по Канаде, какие перспективные моменты. Я думаю, логичнее начать именно с нефти. Дело в том, что нефть марки BTI июльский контракт. Что мы здесь видим? Значит, прежде всего нужно обратить внимание на объемы. То есть у нас наиболее такие мощные, наиболее сильные объемы у нас появлялись именно в моменте, когда происходили ценовые выбросы вверх, то есть кульминационные. Вот видно даже торчат тени. То есть вот такие кульминационные моменты у нас прежде всего дали реакцию вниз. То есть, в принципе, для шорта здесь уже как вторую неделю все готово. Еще с прошлой недели я здесь исключительно только на шорт рассматриваю движение. И, в принципе, это все готово. Осталось, чтобы рынок теперь наконец-то как-то раздуплился, что ли, в плане самих шортов. И, в принципе, район 20-22 бакса за баррель, я считаю, вполне себе перспективный на июльский контракт. И от него уже, вот эта нижняя зона, вот этого диапазона, буду тогда уже рассматривать новый лонг. Потому что, в принципе, с точки зрения долгосрока, то здесь покупки все-таки приоритетнее будут. Но это долгосрок. Долгосрок исчисляется месяцами. Поэтому, следовательно, пока локально я именно за шорт. Если вот даже вот сейчас у меня, единственное, только это июльский, по-моему, контракт включен. Сейчас, сейчас, секундочку. Energy, Google, Doyle. Так, вот. А, это я уже перешел, не заметил даже. Да, значит, здесь у меня тоже показан уже июльский контракт. И, опять-таки, обращаем внимание, самый крупный объем текущего контракта. Где у нас? Вот, вчерашняя вот эта свеча на запасах, которую дали, подтверждение реакции продавца. Вот, то есть, перекрыли ее вниз. И, начиная вот от уровня 20, сколько тут, 26,50, я бы сказал, что это первая точка таких более-менее аккуратных продаж. Единственное, стоп лучше спрятать на 27,50. Потому что, как мы видим по предыдущим экстремумам, как будто грызет. И вот так грызет, захватывает ликвидность. Поэтому, чтобы не было просто обидно, там, спредом сбили, или еще там какая-нибудь фигня, то лучше спрятать 27,50. Это уже наверняка будет. Поэтому нефть я зашел. А что касается Канады, здесь меня как раз вот выбило 40-пунктовым стопом. Я вот от этой зоны продавал. И причем дважды от этой зоны давали достаточно неплохую реакцию. Раздали реакцию, потом небольшой ложный пробой. Второе раздали реакцию. И потом опять добили. То есть, вот такие вот, жутко не люблю, конечно, такие движения. Они не так уж часто на рынке происходят. Но если в целом даже сейчас посмотреть на рынок, особенно на тот же самый канадский доллар, то он, по большому счету, нечто, можно сказать, подобие треугольника, в принципе, здесь похоже. А хоть я и графические фигуры не торгую, но все равно он просто очень в глаза бросается. И если действительно нефть пойдет вниз, значит, следовательно, потянет за собой фьючерс канадского доллара. Если потянет фьючерс канадского доллара, то мы увидим лонговый сценарий по спотовым дектировкам. Здесь наиболее сильный диапазон, я бы выделил его в районе 1.42-1.42.65. В этом диапазоне здесь наиболее сильное сопротивление. Почему? Потому что здесь у нас и маржинальная зона, и стратегический уровень сопротивления попадает, и недельные плюс второго порядка месячные опционы. То есть, по большому счету, здесь сильнейшая область сопротивления, который с очень большой вероятностью мы действительно сможем увидеть в дальнейшем шорты. Единственное подтверждение. То есть, я не буду здесь ставить лимит, буду просто ждать нормального, полноценного подтверждения. Ну и плюс ко всему, это получается у нас граница восходящего канала. Все вместе у нас формирует вот такую зону. Поэтому, если цена сюда придет, вот отсюда я буду рассматривать продажи. С текущих пока нет, только в том случае, если перекроет последний сегмент падения, причем полностью, это означает, чтобы четырехчасовая свеча загребилась где-то в районе 1.40, тогда с коррекцией я буду смотреть продажи, но не раньше. Но в идеале вот с этой верхней зоны. Если отсюда дадут продажу, то есть пока приоритетно, я бы сказал, что движение на 1.42 приблизительно вот в таком виде, может 42 с копейками, и после этого уже нормально, полноценно сможем двинуть вниз. То есть как раз, если разразится вот этот вариант роста по нефти в дальнейшем, следовательно, фьюч Канады потянет и спотовая котировка и так далее. Поэтому схематично пока вот в таком виде вижу. Ну и плюс ко всему, опять-таки, у нас кумулятива на верхушке рынка, рынок не падает, при этом кумулятива отрицательная. То есть можно сказать, что да, набирает продажи, но если реакции не будет, то считайте, что вот этих продавцов благополучно с рынка выбросим. Поэтому я вообще, честно тебе скажу, сейчас по валютам вообще вне рынка нахожусь. То есть мне не нравится, вообще жутко не нравится ситуация по валютам, потому какие дикие возвраты постоянно происходят. Поэтому я принял решение, я буду себе спокойно сидеть в нефти, там пускай она разразится хоть в какую-то сторону. Ну и плюс у меня лонги открыты с самого начала недели, вот буквально с самого-самого минимума по золоту. И поэтому буду просто сопровождать покупки золота, и кусочками частично фиксировать, и таким образом сделаю себе неделю не по валютам, а по золоту. Денис, спасибо тебе большое. Я в отношении золота тоже считаю, что это тактик вырасти, поэтому и золоте тоже поддерживает тебя. Мнения у нас совпали, и я надеюсь, что мы с тобой точно сможем продавить рынок в нужную сторону. Главное, чтобы рынок с нами был согласен. Спасибо тебе за точку зрения, увидимся с тобой на следующей неделе. До скорой встречи. Спасибо, и тебе тогда до вторника.